Итак, в этом уроке мы поговорим про понятие XHTML, которое вам может где-то встретиться, которое у нас уже несколько раз всплывало по ходу обучения. Что это такое? XHTML – это Extensible Hypertext Markup Language, то есть расширенный язык разметки гипертекста. Это то же самое, по сути, что и XHTML, просто более строгий, и в нем добавляются некоторые правила, которые мы должны соблюдать при написании страниц на этом языке. То есть предыстория у него какая? Вот у нас есть обычный язык HTML 4.0.1, с которым мы все это время и работали, и мы с вами знаем, что какие-то теги мы должны закрывать, потому что они парные. Тот же тег fieldset, любой абзац – все эти теги у нас парные. Какие-то теги мы не должны закрывать, потому что они одинарные. Например, вот изображение, другие теги, которые не требуется закрывать. Плюс ко всему, какие-то атрибуты мы пишем вот таким образом, атрибут и его значение, а какие-то атрибуты мы пишем просто так, как его название. То есть нет какой-то жесткой спецификации, да, есть какая-то двойственность. Поэтому было решено сделать так, чтобы язык стал более стандартизован, и в него решили добавить ряд правил, которые делают язык более строгим, и планировалось, что постепенно он вытеснит обычный HTML, и все сайты будут создаваться на языке XHTML. Но проблема была в том, что когда выпустили эту спецификацию, люди начали постепенно на нее переходить, и оказалось, что старые браузеры не поддерживают вот эти нововведения, которые были добавлены. Это сразу как бы охладило пыл к этой спецификации, да, люди стали сразу задумываться, а зачем нам это надо, если и так все нормально работает, а при переходе на XHTML возникают только сложности со старыми браузерами. Поэтому особо быстро эта тема не развивалась, но постепенно, постепенно вроде как браузеры начали обновляться, люди все меньше стали пользоваться совсем уж старыми браузерами, и вроде бы дело пошло. Появилась версия XHTML 1.1, как продолжение 1.0, но затем все равно все эти доводы ничего не дали, и вот здесь даже по хронологии видно, что XHTML 2.0 разработка прекращена, команда разработчиков перейдена на создание стандарта HTML5. То есть вся эта история с плавным переходом на XHTML не сработала, и было решено свернуть это дело и сконцентрироваться на HTML5. При этом какие отличия были добавлены по сравнению с обычным HTML, мы сейчас рассмотрим. Во-первых, планировалось, что все теги должны быть закрыты. Даже одинарные теги, вот та же картинка, например, она должна иметь в конце слэш, вот такого вида. То есть если мы пишем в формате XHTML, мы должны закрывать изображение, например, как изображение, точнее, вот таким образом. следующий момент. Булевые атрибуты записываются в развернутой форме. Например, следует писать selected равно selected. То есть это то же самое, что вот мы писали. disabled, надо теперь писать не просто disabled, а disabled равно disabled. То есть такого не должно быть, что атрибут пишется просто как название. У него обязательно должно быть значение. И для всех вот таких атрибутов, которые раньше писались только названием, мы должны указывать еще и значение. То же самое для других подобных атрибутов, которые могут встретиться. Тот же read-only. Дальше, какие еще у нас были отличия? Имена тегов и атрибутов должны быть записаны строчными буквами, потому что HTML позволяет нам писать название тегов и заглавными буквами. То есть fields мы могли бы спокойно написать вот таким образом и также закрыть здесь большими буквами. Вот в XHTML это уже недопустимо. Мы должны обязательно писать все названия атрибутов с маленькой буквы. Далее, нельзя использовать различные вот эти скобки, амперсанты напрямую в коде. То есть мы не могли написать, например, для экономии времени и взять, например, слово экономии в двойные кавычки вот так. Или какую-то часть слова, например, вот в такие кавычки не могли вот так написать. Вместо этого нужно было использовать спецсимволы, то есть заменители для вот этих элементов, потому что если мы используем просто даже для текста такие скобки, это может ввести браузер в замешательство. Он может подумать, что слово для – это на самом деле такой тег. Поэтому в XHTML обязательно нужно было менять эти элементы. Вот, например, скобка влево должны были заменяться вот такими конструкциями. То есть амперсант менялся на вот такую, скобки на вот такую, кавычки там у них, код. То есть таблицу спецсимволов HTML можно найти в интернете, если вам это нужно. Можете ввести в любой поисковик таблица спецсимволов HTML. И там под каждый вот такой символ, который нельзя использовать напрямую в XHTML в тексте документа, можно найти замену. Дальше. Обязательно по умолчанию кодировка в XHTML документе должна быть UTF-8, которую мы с вами и использовали. Плюс еще рекомендовалось задаваться моим тип Application XHTML плюс XML, который должен был, получается, менять вот этот тип текст-HTML, который мы пишем обычно в HTML. То есть вместо текста HTML нужно было писать Application XHTML плюс XML. Но проблема в том, что старые браузеры, они это просто не понимают. Поэтому с ними были проблемы из-за этого. Дальше. Еще один момент. Стандарты рекомендуют указание вот такой строки перед доктайпом. То есть вот мы указали доктайп, тип документа, да? В данном случае у нас указан HTML. Если бы мы писали на XHTML, то тут нужно было указывать доктайп XHTML, он у него свой. И плюс еще до доктайпа нужно было вставлять вот такую строку. И самое интересное, что по этому стандарту браузер, если включена строгая версия данного стандарта, он при любой ошибке в HTML-коде должен был останавливаться и возвращать ошибку. И вот это, наверное, была одна из главных причин не очень быстрого распространения. Потому что сейчас у нас какая ситуация? Мы можем даже спокойно допустить какую-нибудь ошибку в коде, то есть, например, не закрыть тег, да? И на самом деле ничего страшного в этом не будет. Вот если мы забыли закрыть тег P и попробовали посмотреть файл форм HTML в нашем браузере, то у нас все нормально, никаких отличий нет. Вот он этот абзац, вот следующий. И браузер, в принципе, очень лояльно относится к ошибкам, которые допущены в HTML. То есть мы могли, например, не закрыть кавычку атрибута, еще что-нибудь, да? И это все равно сильно не скажется на внешнем виде страницы. Максимум, что пострадает это конкретный элемент. В XHTML предполагалось, что любая ошибка в коде документа должна блокировать браузер, по сути. То есть он не должен был эту страницу вообще показывать. Должен был возвращать ошибку, как и в любом другом серьезном языке программирования. Потому что если в том же PHP мы забыли где-то закрыть скобку или кавычку, там всегда возвращается ошибка и документ не выполняется. То есть, видимо, то же самое планировалось и здесь. Но на HTML пишут огромное количество людей, новичков, многие из которых начинающие, допускают много ошибок. И может быть даже секрет успеха сети в том, что как раз-таки браузеры очень лояльно относятся к ошибкам. То есть любой может написать сайт, даже с ошибками, все равно он будет отображаться. А вводя вот это ограничение, уже совсем другое требование к кодировщику, к создателю сайта. И, соответственно, это могло бы затормозить, мне кажется, развитие сети. Поэтому, видимо, постепенно-постепенно эта вся идея не нашла продолжения и решили ее закрыть и перейти полностью на разработку HTML5. По текущим данным, которые я владею на начало 2011 года, через 2-3 года HTML5 уже станет официальным стандартом. Сейчас как бы выпущена только спецификация, можно ее использовать, и разработчики принимают обратную связь от создателей сайта, чтобы уже окончательный стандарт был без всяких проблем. Вот такая история. Теперь вы будете знать, что такое XHTML. Если где-то вам придется редактировать подобный сайт, то ничего сложного в этом нет. Просто не забывайте, что все деки должны быть закрыты, все атрибуты должны иметь значение в кавычках, теги должны писаться с маленькой буквы, кодировка ETF8, и символы в виде кавычек, амперсантов, стрелок и так далее должны заменяться их подобными аналогами. На этом все. Увидимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok